Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вот теперь, должно быть, меня уже слышно. Да, давайте, как всегда, под занавес и довольно коротко поговорим немножко о психологических аспектах любого человеческого состояния. В данном случае мы поговорим о влиянии эмоциональной стабильности на качество жизни онкологического пациента. Всемирная организация здравоохранения дает совершенно внятное определение такому понятию, как качество жизни. Это субъективное удовлетворение, которое человек испытывает, может выражать, а может и не выражать, которое включает в себя все параметры личности – физический, психический, социальный и духовный. Должна вам сказать, что все, что относится к субъективному, человеческому, как раз и попадает в область психологии человека. И там же, конечно же, рассматривается и такой термин, как эмоциональная стабильность, которую коротко можно заменить словом «выдержанность». Так, каковы же признаки эмоциональной стабильности? Ну, в принципе, у меня достаточно гармонично сочетаются механизмы бессознательные, механизмы психической защиты. Либо я делаю что-то для того, чтобы увеличить это гармоничное сочетание. Можно сказать, что я достаточно хорошо принимаю, знаю и принимаю собственную личность, достаточно уверен в себе, как правило, ощущаю ценность собственного «я», критичен к себе, осознаю себя и верю в свой потенциал. Вот такая идеалистическая картинка. Но, конечно же, дорогие наши слушатели, так или иначе, эта идиллия нарушается у человека, который живет свою жизнь. Ну, и тем не менее, наблюдая за людьми, мы каких-то людей подразделяем на эмоционально стабильных, о каком-то говорим, что эмоциональный человек лобилен. И характеристики эмоционально стабильного человека, на взгляд, со стороны, таковы. Это спокойный человек, это человек, способный быть устойчивым в своих интересах, работоспособный человек, человек, трезво оценивающий действительность и достаточно активный человек. Когда этот замечательный, идеальный человек заболевает и сталкивается с таким грозным, тяжелым, хроническим заболеванием, как онкологическое заболевание, он ведь не всегда сталкивается с ним при выявлении манифестации заболеваний или при принятии лечения. Мы все с вами помним, что очень часто онкологические заболевания достаточно длительно текут бессимптомно. Однако, уже так или иначе, сказываются на состоянии человека, в том числе и на его эмоциональном состоянии. У нас с вами, у любого человека, ну, вряд ли у взрослого человека, совершенно нет опыта болезни. Как правило, всегда есть опыт менее тяжелого заболевания, поэтому формируется еще и ожидание, что и с этим заболеванием, которое мне сейчас заявили, я справлюсь так или иначе, ну, когда-нибудь досправлюсь. И целое время должно быть потрачено, проведено в том, чтобы принять то, что онкологическое заболевание является тяжелым и хроническим заболеванием. Но чаще всего, да, мы наблюдаем людей, которые поначалу даже с проявленными симптомами и физическими, и психическими собираются справляться самостоятельно. Да, эмоционально принимают такое решение, что, собственно говоря, я и сам справлюсь достаточно хорошо, незачем мне терять время и силы, я взрослый, и я могу сам брать под контроль свою жизнь. Уровнем доверия к медицине, к сожалению, не раз мы, да, из регионов получали подтверждение этому. Также, как и недостаточная медицинская информированность тоже, да, в регионах, или человек просто уже утрачивает функционирование высших психических функций, тоже зачастую, да, характерно для перенесения этих заболеваний. Ну, и все мы знаем, что характеризуют онкологические заболевания, это, да, витальная угроза, конечно же, агрессивные методы лечения, да, много сегодня говорили о последствиях лечения необходимого, отсутствие сиюминутной гарантии восстановления, неопределенность течения заболевания, неопределенность перспективы жизни. Все это усиливается мифами о диагнозе. Итак, онкологические заболевания, совокупность, да, всего перечисленного, приводят к дистрессу, к сверхсильному эмоциональному напряжению. А дистресс, в свою очередь, всегда больно бьет по самооценке человека. И даже может приводить к синдрому деморализации. То есть сверхсильное эмоциональное напряжение, дистресс, всегда является фактором эмоциональной дестабилизации. И тогда, да, как же мы можем описать качество жизни онкологического пациента, его субъективное удовлетворение, которое он испытывает, но так или иначе осознает, может выражать или не выражать. И мы помним, что оно размещается на всех параметрах личности. На физическом, и тут, внимание, мы с вами имеем в виду не только соматический аспект, но и эмоциональный, потому что это тоже часть физического параметра. Итак, на соматическом уровне понятно, что мы имеем дело с системным нарушением функционирования организма. А вот на эмоциональном плане, как правило, и это постоянно наблюдается нами, да, в процессе общения, массировано формируются некоторые условно-негативные эмоции, которые человек привык табуировать, то есть осуждать. И это, да, задает определенный локус самооценки. Очень часто я встречаюсь на приеме с людьми, которые искренне не разрешают себе плакать, быть слабыми и вообще удивляются, почему это они так скверно справляются с такой ситуацией, как онкологическое заболевание. Когда человек пугается собственных эмоциональных состояний на психическом уровне, это сказывается как искажение отношения к себе и отношения к другим. И дальше это искажение переходит уже на социальный уровень. Если я изменил в худшую сторону отношение к себе и насторожен стал к другим, то мои социальные связи, социальный статус, безусловно, меняются. То есть они объективно меняются. Я могу меньше работать, я больше провожу времени на больничном, но еще я могу эту настороженность размещать в отношениях с окружающими меня людьми. Ну и духовный план, который, безусловно, очень по-разному выражен у разных людей. Тем не менее, так или иначе себя предъявляют актуализованные переживания конечности жизни, одиночества и смысла жизни. И что же может предложить психология? Да, у нас сегодня завершающее обобщающее занятие. И снова мы вспомним, да что может предложить психолог человеку в такой тяжелой жизненной ситуации, как онкологическое заболевание. Так вот, психологический, ну это именно выработанный научным подходом, да рассмотренный аспект болезни заключается в том, как человек относится к чему бы то ни было. В данном случае человек относится к своей болезни, реагирует на болезнь. Как человек воспринимает, понимает и оценивает болезнь как событие в его жизни. И это ведь новое отношение, которое не просто так возникло, оно возникает в системе отношений. Был такой замечательный, всемирно признанный ученый, психолог, психиатр, психотерапевт Владимир Николаевич Мясищев, он представитель Санкт-Петербургской школы. И он создал такое направление, такую парадигму, как личность, это система отношений. Личность как система отношений, это его научное нововведение. Он первое описал личность как систему отношений. Так вот, если я живу и являюсь той личностью, которая является системой отношений, то это новое отношение, возникшее в целой системе, так или иначе перекашивает, перекореживает всю мою систему. На уровне отношения к себе мы рассматриваем эту целую совокупность отношений. Я отношусь к тому, что со мной происходит, к тому, как я выгляжу, к тому, как я себя чувствую и так далее. А на уровне отношений к другим или к другому вот эта самая совокупность отношений, она еще существует к множеству объектов. Посмотрите, как усложняется картина. И еще у меня есть отношение к ситуации, ко всем ситуациям, которые со мной происходят, думаю я об этом или нет. И тогда совокупность отношений к множеству объектов еще умножаются на параметры ситуационных кластеров. В общем, это все очень интересно. Очень интересно наблюдать, очень интересно исследовать. И все это рождает индивидуальную картину отношения к себе. Мы сегодня с вами говорим об эмоциональной стабильности онкологического пациента, который живет в условиях ситуации высокого уровня неопределенности. И живет в условиях постоянного и повторяющегося воздействия травматических стрессоров. И ждет от себя, что ему будут неизменно сопутствовать такие характеристики эмоционально стабильного человека, как спокойствие, устойчивость в интересах, работоспособность, трезвая оценка действительности и нормальная его личная активность. Насколько это возможно? Ну, поначалу, конечно, это труднодостижимо. Идут шибки психических защит, и поэтому человек дестабилен. Другое дело, насколько долго это со мной останется. А вот это будет зависеть от картины моего индивидуального рисунка эмоциональной стабильности. Насколько я, в принципе, принимал себя. Насколько я, в принципе, был умеренным в себе человеком. Насколько, в принципе, я оцениваю себя как достаточно ценное нечто. Ну, и насколько я к себе критичен, насколько я себя осознаю, насколько я верю в свой потенциал. Так вот, эти признаки, это, конечно, индивидуальная история. Мы с вами помним, что онкологическое заболевание не нарушает сознание человека. Сознание сохраняется в пределах моей индивидуальной нормы. Именно поэтому мы наблюдаем такое разное качество жизни у людей с примерно одной и той же клинической картиной онкологического заболевания. Ну, и именно поэтому мы снова и снова приглашаем вас к нам, к специалистам, теперь отдела реабилитации, к людям, посвятившим себя изучению этой витиеватой и сложной картины личности и восприятия себя. И говорим вам о том, что эмоциональная стабильность достигается, она вообще у любого человека достигается, ну, и у онкологического пациента тоже достигается за счет адаптации к изменениям, в нашем случае по болезни, ну, во всех остальных случаях, там, по мере изменения нашей жизни. И достигается за счет снижения актуальной тревоги, за счет изменений иррациональных, ложных установок когнитивных, за счет смещения типа личностного реагирования с дезадаптационных форм на более реалистичные и адаптивные, и за счет формирования конструктивного отношения к болезни. В принципе, всегда мы напоминаем о том, что, конечно, адаптация, она бывает и спонтанной, носит характер, но чаще все-таки речь идет о таком пограничном дезадаптивном типе реагирования на болезнь, в чем опасность дезадаптации. Вот когда мы встречаемся в своей работе с людьми в ремиссии, зачастую в длительной, глубокой ремиссии, это не значит, что мы встречаемся с, безусловно, эмоционально стабильными людьми. Зачастую мы работаем с закреплением, точнее, с раскреплением закрепленного страха, который в свое время был зафиксирован в те периоды заболевания, когда эмоциональная дестабилизация была абсолютно обоснована. Однако закрепление и фиксация на этих страхах, она начинает приобретать характер самостоятельного угнетателя. И даже человек в ремиссии, по нашим исследованиям, может от этого страдать, если он пошел по пути дезадаптации. То есть приспособление на уровне психических процессов, бессознательное приспособление, сформировало такое состояние и такое уже поведение человека, которое приводит к усугублению трудной ситуации. Самый патологический характер дезадаптации – это суицид. А непатологический характер – это, как я уже и сказала на предыдущем слайде, фиксация на трудной ситуации, которая может приводить к нарушению межличностных взаимосвязей. То есть жить трудно, непонятно почему, вроде как я уже иду по пути лечения и оздоровления. Возможно, речь идет о том, что развивается дезадаптация. Объективный признак дезадаптации – это изменение поведения. Субъективный признак – это состояние хронического стародания. Итак, эмоциональная стабильность у онкологических пациентов достигается. Достигается она может за счет повышения самооценки. А самооценка – это категория, связанная с эмоциями, сигнализирующими о том, способствуют ли те или иные особенности человека, субъекта, успешности действий. Когда-нибудь мы этот тезис сможем разобрать поподробнее. Впрочем, не так давно уже было занятие, посвященное этим категориям самооценка и самоотношения. Но мы с вами сейчас только коротко к этому прикасаемся. И мы помним, что самооценка подвержена защитным психическим процессам, бессознательным защитным психическим процессам. И мы также всегда не забываем, что психика человека – это не то, что напрямую управляет формированием внешней и внутренней среды, а это то, что в первую очередь отражает влияние как внешней, так и течения внутренней среды. И поэтому мы не удивляемся, если имеем ослабленность или легкую нестабильность эмоциональную, когда мы больны или проходим достаточно тяжелое лечение. Потому что наша психика непроизвольно реагирует на изменения с целью адаптации. И некоторая ее ослабленность тоже имеет свои плюсы. Итак, повышение самооценки – это ведь не похвалить человека, не погладить по голове и уж точно не сказать, где жизнь ты справишься. Все-таки это категория психологическая, то есть такая, в общем-то, научная вполне себе. И достигается в направленной работе. А направленную работу, как правило, производит специально образованный в этом плане человек. И направленная работа производится с учетом индивидуальных характеристик, черт личности, уровня дистресса на данный конкретный момент, активности и условий лечения. Также включается ближайшее окружение, да, исследуется картина, и информационное поле, к которому наверняка придется вырабатывать устойчивость. И тогда качество жизни онкологического пациента, то есть его субъективное удовлетворение, повышается в условиях наращивания эмоциональной стабильности. И на физическом плане, на соматическом, оно может не меняться, потому что лечить заболевания – дело врачей. А вот на эмоциональном плане мы можем достичь некоторой большей пластичности реагирования и уж точно снятие табу на какие-то условно эмоции, которые мы называем негативными. Да, не бывает негативных эмоций, они все нейтральны. На психическом уровне при этой работе происходит корректировка отношения к себе, к болезни и к другим. Переходя на социальный план, да, это один, такие шестереночки, одна подцепляет другую, человек начинает улучшать себя, да, чувствовать себя лучше в своих социальных взаимосвязях или, по крайней мере, пластично относиться к этим изменениям. Ну и в духовном плане, повторяю, он у всех по-разному представлен, но, тем не менее, уходит эффект страдания, а все эти неизбежные переживания или статистальные конечности жизни, одиночества и смысла могут быть осознанно проработаны. Если бы я была Дедушкой Морозом, я бы каждому под елочку поставила маленькую коробочку, а в ней бы были написаны или, может быть, даже звучали эти слова, которые бы отпечатывались в глубинных слоях человеческой личности. «Качество моей жизни в моих руках». Под Новый год желаю вам, чтобы эта аффирмация, и тезис усваивались вами, и чтобы вы все лучше себя чувствовали, и все увереннее, чтобы ваша самооценка повышалась при любых условиях течения заболевания. Спасибо за внимание!